Так далеко одна? Ты что, сошла с ума? Ты же не знаешь языка. Но дело в том, я еду не одна, мама. С кем, дорогая? С Рубеном. Что? Нет, ты никуда не едешь. Мама, он очень хороший человек. Нет, нет. Как ты могла подумать, что я разрешу одной из своих дочерей такое? Мама, ты не можешь отказать мне. Уже все готово, и я хочу поехать в Италию. Но, послушай, Нина, дорогая, иди сюда. Я не могу в это поверить. Мама, мама, разреши ей. Нет, Россио. Разреши ей, мама. У Нины так мало развлечений. Она днями и ночами сидит за швейной машинкой и шьет свадебные платья другим. И только мечтает. А это ее самая большая мечта. Дай же ей осуществить ее. Нина нашла своего принца. Понимаешь, мама? А это путешествие в Италию, ее хрустальный башмачок. Разреши ей. Ладно? Все так быстро кончилось, но все было замечательно. Да, замечательно. По-семейному. Они были так счастливы. Алекс просто светился. Мария Эмилия и мой брат очень хорошая пара. Я буду любить ее, как сестру. Она прекрасная девушка. Они должны были пожениться еще в тот раз. Ладно, я пошла спать. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, моя принцесса. Так здорово, что ты снова здесь. Что ты больше не уйдешь. Не могу поверить, что ты снова с нами. Ну и разгром. Хочешь, я помогу тебе прибрать? Нет, завтра, Панчета. Смешно. Что, Йоля? Ну, смешно, что... Я называю тебя Панчета... Спустя столько времени... Совершенно автоматически. А ты назвал меня Йоли. Да. Как будто все возвращается. Наши радостные деньки. Как будто все, как тогда. Нет. Не все, Йоланда. Мы расходились. Мы многое пережили. Это оставило свой след. Не все, как тогда. Мы уже сами не те. Чувства изменились. Они стали глубже. По крайней мере, я научился ценить то, что едва не потерял. Мои чувства стали очень глубокими. Я буду их беречь. Я знаю, что еще будут минуты, когда нам будет очень грустно из-за воспоминаний. Но мы должны привыкать. Привыкать быть такими, как раньше. Шаг за шагом. Снова создавать то, что у нас уже было. Мы справимся. Я уверена. Я тоже. Я дома, Йоли. Я вернул себе вас. И я буду бороться за это счастье, дорогая. Я буду защищать его. Как вы, синьора? Синьора? Простите, простите. Синьора Агирре. Вот так-то лучше. Итак, за что мы пьем? Не знаю, дорогой. Ну, а как ты думаешь? У нас ведь есть так много всего. Любовь, счастье. Это чудесная ночь. И такое звездное небо. И полная луна. Боже, как романтично. Знаешь что? Ты говоришь, как Руденсио. Ох, нет, прошу тебя. Тогда скажем проще. За тебя и за меня. Знаешь что? Мне кажется, ты что-то забыл. Нет, нет. О нем я тоже подумал. А как же? Как мы его назовем? А мы не знаем, мальчик это или девочка. Я хочу, чтобы это была девочка. Такая же красивая, как ты. Хотя совсем не плохо, если это будет мальчик такой же красивый, как я. Но ты и скромный. Эми, ты веришь, что мы наконец поженились? Разве это не замечательно? Да, дорогой, да. Я до сих пор не могу поверить. Уже сегодня я могу показать тебе, какой я ласковый и терпеливый. Будь осторожен, дорогой. Любимая. Я уже столько раз целовал твой лоб. Твои щечки. Твои руки. Я не могу остановиться, если ты не попросишь. Я не попрошу. На русский язык фильм озвучен компанией «Лайко» Санкт-Петербург. По заказу компании «Централ Партнершип». «Лайко» 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 Продолжение следует...